Соловьёв Лайф Этнос Должны обеспечить свой суверенитет Потому что не бывает Каких-то промежуточных Составляющих Промежуточного состояния Или страна является суверенной Или колонией Как бы колонии не называть Вот Ну Я сейчас не буду Приводить примеры какие-то Чтобы никого не обижать Но если страна либо группа стран Не в состоянии принимать Суверенных решений Это уже в известной степени колония А колония таких вот Исторических перспектив Всё-таки не имеет Шансов выжить в такой Жёсткой геополитической борьбе Она была всегда Я хочу просто чтобы это было понятно Не то что вот мы смотрим что происходит Вокруг нас и с нами Рот открыли Ах ничего себе Да так всегда было Понимаете И всегда Россия Оставалась на Была на острие Происходящих событий Да Были Эпохи В истории нашей страны Когда приходилось Отступать Но только для того Чтобы собравшись силами Идти вперед Сосредоточиться И идти вперед По нашему Суверенету По нашей защите Не обошлось И без Петра Первого Нам приходится Как бы Защищать себя Бороться за это То это Очевидные вещи Вот сейчас мы были на выставке Посвященные 350-летию Петру Первому Почти ничего не изменилось Удивительно Как-то вот Приходишь к этому осознанию К этому пониманию Ну вот Петр Первый Северную войну Он 21 год вел Казалось бы Там Воевал Со Швецией Что-то отторгал Ничего не отторгал Он возвращал Да А как Так и есть Вот все Прилады же Там где сегодня Петербург основан Ну При нем основан Он когда Заложил Новую столицу Ни одна из Стран Европы Не признавала Эту территорию За Россию Все признавали За Швецию А там Испокон веков Наряду С финно-угорскими Народами Жили славяне Причем Эта территория Находилась Под контролем Российского государства То же самое И в западном направлении Это касается Нара В его первых походах Чего Появились Что-то Возвращал И укреплял Вот что делал Ну Судя по всему На нашу долю Тоже Значит Выпало Возвращать И укреплять И Президент Вспомнил Как нас Пытаются В чем-то ограничить И почему мы Этого сделать Не дадим Пытается Пытается Нас В чем-то Ограничить То они Ограничивают Сами себя Пытаются Ну условно Это к вам Не имеет отношения Тем не менее Пытаются Ограничить Вывоз Нашего удобрения Цены Поползли У них Прежде всего Больше чем у нас Пытаются Ограничить Насчет Наши энергоносители Опять цены Взлетели До небес Просто Там уже Моим именем Называют Инфляцию А мы здесь Совершенно Ни при чем Нет Серьезно Но Да Но Это правда Мы ни при чем Абсолютно Это результат Их ошибок Причем Длительных До Всех Сегодняшних Событий О которых О которых Говорят Каждый год Это они Сделали Сами Эти ошибки А теперь Прикрывая Извините Здесь Девушка Меня простит Прикрывая Пытаясь Прикрывать Одно место С вами Так Значит Все перекладывать На Россию Что Россия Во все Виновата С больной Головы На здоровую И вот Один из Участников Встречи С президентом Николай Мышьяков К нам Присоединяется Николай Рад вас Видеть Только Там В зале Разглядывали А теперь Вы уже Здесь В нашем Эфире Вот так Работает Это Магия Радиотелевидения Николай Расскажите Чем Вы Занимаетесь Вот Ваш Проект С которым Вы И приехали На встречу С президентом О чем Он Мы с командой Разрабатываем Аппарат Для автоматического Забора Веносной крови Этот аппарат Мы планируем Продавать Компаниям Которые Занимаются Платной Лабораторной Диагностикой Такие Как Инвитро КДЛ Хеликс И подобное Наш аппарат Позволит Снизить Травматичность Процедура За счет Того Что он Сможет Скорректировать Тремор Который Возникает Например У медсестры Когда она Проводит Процедуру И так же У человека Когда ему Проводят Пункцию Так же Мы сможем Увеличить Качество Поступающего В лаборатории Биоматериала И соответственно Увеличить Точность Диагностики И третий Момент Для бизнеса Конечно же Мы сокращаем Издержки За счет Сокращения Фонда Оплаты труда Собственно Вот Сейчас На рынке Для этого Какая Атмосфера Вот экономически Если мы посмотрим Ветер Сопутствует Благоприятный В принципе Благоприятный Мы когда говорим О роботизированных Решениях То надо Всегда В конкретном Случае Считать Насколько Это целесообразно В случае С лабораторной Диагностикой Мы рынок Прикинули Мы считаем Что сейчас Есть возможность Уже внедрять Подобные решения Это востребовано Внутри Нашей страны Естественно То есть Вы уже понимаете Как это все будет Реализовано Как это Встанет на поток То есть Это же Необходимо Найти место И в клиниках Да Конечно Мы В процессе работы Разговариваем С нашими Потенциальными Потребителями То есть И С КДЛ Мы разговаривали В Тюмени Откуда я Собственно Родом И Где Развиваю проект И Также Общались С частными Клиниками Общались На тему Того Какая Грубо говоря Стоимость Их бы Устроила Насколько Им вообще Интересно Насколько Мы попадаем В их Проблему И Ну поскольку Я этим До сих пор Занимаюсь Я считаю Что Ну и Они считают Что это Действительно Принесет им Пользу Ну и Конечному Потребителю То есть Нам Простым Пациентам Тоже Я Конечно Начал Не Самого Главного Самое Главное Сколько Вам Лет Мне 22 А Сколько Лет Ребятам Из Вашей Команды Нам Всем По 21 По 22 Года Я Сам На Четвертом Курсе Учусь Ребята На Третьем Сам Я С Медицинского Университета У нас Технори Естественно И Как Дошли До жизни Такой В 22 Года Вот Те Разработки Которые Могут Здесь Перевернуть Все Представление О Медицине Началось Все Где-то Примерно Два Года Назад Когда Вы Провели Сдавать Кровь И Поняли Что Все Нужно Поменять У Меня Немножко По-другому Получилось Я Хотел Сам Кровь Забирать С той Позиции Что Мы Хотели По Франшизе Открыть Подобный Процедурный Кабинет И Ну Обычный И Столкнулся Я С рядом Проблем Тогда Собственно После Этого Я И Решил Эти Проблемы Путем Автоматизации Устранить Как Проект Появился Это же Дело Большое Потому что Кровь Из Вены Там Как Тот Самый Бегемот Из Советского Мультика Побелел Позеленел Покрастел И упал В обморок Люди Этого Бояться По-настоящему Вот Как Раз Этот Помент Когда Вы Вопрос Задаете Презент А можем Звук Дать Сейчас Существует Он Регламентирует Регуляторные Песочницы То есть Возможность Для Продуктов Которые Сейчас Не имеют Отдельной Законодательной Базы Специально Под них И Разработать Собственно Если бы Там Был Отдельный Трек И Готовность Ведомств Принимать Стартапы Которые Занимаются Подобными Автономными Системами Это было бы Просто Прекрасно Спасибо Очень Честно говоря Интересно Для меня Неожиданно Абсолютно Я Откровенно Никогда Не слышал Только Знаю Что Безусловно Нужно Заниматься Техникой Приборной Базой Совершенствовать Все это Очевидная Вещь Этим Правительство И занимается Насколько Насколько Вот Сейчас Промышленность Министинская Система Готова К тому Что Реализовывать То О чем Вы сказали Я Не готов Ответить Но Безусловно С Министром Мурашко Обязательно Поговорю Но это Честно Михаил Современный Он Практик Хороший Если Вы это Говорите Значит Это Реально Уже Существует Мы Готовим Мы Сами Готовим Очень Много Стартапов Готовят Вопрос Только в том Чтобы Регуляторику Менять Законодательную Базу Уже вопрос Будет Проработан С Министром Николай Что Страшнее Сдавать Кровь Забирать Кровь Или Сдавать Вопрос Президент Ну Сдавать Кровь Не страшно Забирать Кровь Точно Страшнее Это Я Как Студент Педик Скажу Задавать Вопрос Президенту Ну Наверное Примерно Как Забирать Кровь На Одном Уровне Если Вопрос Хороший То Не страшно Вопрос Правда Потому что та сфера, в которой, мягко скажем, разбираются только узконаправленные специалисты, и так сходу-то не поймешь, что к чему, и он будет обсуждаться уже в кругу высоких специалистов, поэтому, я думаю, с этого дела вопрос и пошел. Вот сейчас, если мы все это посмотрим, как представили молодые предприниматели, люди, которые здесь будут заниматься и производством, и реализовывать свою продукцию, и, понятное дело, что это меняет жизнь, меняет представление, меняет сознание, то есть, когда мы там говорим про идеологию, про то, что нам нужно, нам нужно, чтобы здесь люди, которые сами живут, сами работают, они понимали, как поменять страну, к комфортной жизни. Санкции, которые вводят, вот это вот экономическое давление, оно на вашей сфере отражается, вот на системах забора крови? Это вставляет палки в колеса? Смотрите. Ну, тут такой момент. Конечно, у нас производство завязано сильно на микроэлектронике. С одной стороны, это проблема. С другой стороны, все-таки, когда мы говорим о сложном медицинском оборудовании, причем на начальных стадиях, да, когда продукт новый, то речь идет о производстве там десятками штук, ну, то есть, это не тысячи, не миллионы. И на таком уровне, в принципе, каких-то особых проблем с наличием микроэлектроники быть не должно. То есть, я оцениваю весьма умеренно наши текущие рынки в связи со сложившейся ситуацией. Ну, кстати, вот все, о чем вы говорите, я не перестану этим восхищаться. Это дела большие, дела важные. А вот из заявления, которое сегодня прозвучало, это Владимир Путин, об ушедших из России предпринимателях. Действительно, вот в сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, значит, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза, это просто не пожалеют, потому что мы кому-то угрожаем. Мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится как-то уходить. Но это всё проявление того внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. А мы суверенная страна. Мы должны быть устремлены в будущее. И мы устремлены в будущее. Но это будущее может быть создано только такими людьми, как вы. И поэтому страна на вас рассчитывает. Это вот по иностранным компаниям было. А ведь нельзя отрицать, что рыщут по университетам, по компаниям, чтобы забирать наши мозги. Предлагают, я сам знаю примеры, когда предлагают ребятам, которые в IT-сфере, давайте переезжайте, мы вам обеспечим все условия. Главное, что вот под предлогом спецоперации, под предлогом всего, выезжайте из страны. Выезжайте из страны, мы вам дадим условия. То есть пытаются забрать мозги. Почему вы выбираете, это тоже выбор, оставаться в России, работаете в России, связывать свою жизнь с нашей страной? Смотрите, касательно тех, кто уезжает, и касательно того, почему мы остаемся, в нашем случае медицинская техника – это очень сложная область. И на данный момент в России у меня есть возможность посещать подобные мероприятия. Я являюсь членом Генерального совета деловой России, что дает мне такую возможность. И я могу какие-то свои вопросы решать, действительно, когда возникают вопросы с законодательством. Я за границей таких возможностей лично в моем случае не могу получить. Это первый момент. Второй момент касательно тех, кто уезжает в IT-шники. С одной стороны, понятно, что им предлагают. С другой стороны, компании тоже не дураки. И они работают на рынке. Если у них есть возможность заплатить меньше, понести меньше издержки, то, конечно, они будут нести меньше издержки. Соответственно, на каких контрактах они переведут своих специалистов – это большой вопрос, который, ну, потом, постфактум, люди узнают. И первый, их вот этот эффект, да, вот этот вау-эффект, он проходит. Не у всех, но надо быть всегда к этому готовым. Если кто-то собрался уезжать, то первое, это что сейчас действительно какая-то гиперреакция на всю эту ситуацию. И можно столкнуться с неприязнью, как и со стороны общества. Так, у нас возникли проблемы со связью. Со стороны партнеров будут платить больше. А вы общаетесь с теми, кто уехал, с теми, кто находится за границей? Вот они как на все это смотрят, видят и по экономике, и по нашему развитию? Так, у нас проблемы со связью? Так, у нас возникли небольшие проблемы. А вот, знаете, сейчас вышла интереснейшая заметка Димы Смирнова, телеграм-канал «Пул номер 3». Вот под этот фрагмент из выступления президента. Безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии не называть? Вот, ну, я сейчас не буду приводить предпримеров каких-то, чтобы никого не обижать. Но если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. А колония таких вот исторических перспектив всё-таки не имеет. Шансов выжить в такой жёсткой геополитической борьбе, она была всегда. Я хочу просто, чтобы это было понятно. Не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами, рот открыли. Ах, ничего себе! Да так всегда было. Понимаете? И всегда Россия оставалась на... была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперёд. И Дима Смирнов очень точно написал. Военно-политические, экономические, технологические и общественные суверенитеты — четыре составляющие того права самостоятельно определять своё будущее, которое он завтра сохранит за собой буквально несколько держав. И всё, что сейчас происходит в мире — борьба за возможность оказаться в этом числе избранных и не оказаться среди тех, кто выполняет чужие указания. Путин не первый раз говорит об этом, но первый раз так прямо. Либо мы, либо нас. Отсидеться не получится. Других вариантов в будущем не просматривается. Точнее, во всех других вариантах будущее не просматривается. И это такие глобальные вещи, а в частностях они выражаются, это в последних словах президента, что будущее — это вы, молодые предприниматели, которые находились на этой встрече. И вот по тем, кто уехали, они же вернутся? Вот те, кто там эмоционально приняли это решение, вы общаетесь с теми, кто сейчас смотрит всё происходящее из-за границы? Я знаю много ребят, которые уехали и планировали уехать по той или иной причине, не сделали этого. Конечно, многие вернутся. И тут такой момент. Ну, там ситуация, да, как бы деньги, всё это дело такое. Но меняется ситуация, ситуация меняется. Значит, но мне кажется, что вот эта вот идентичность, да, как бы страна, в которой мы живём. Мне лично, мне лично хочется жить в России. Мне хочется жить в том этносе, да, в той культуре, в которой я родился. Я не хочу чувствовать себя изгоем, ехать в какую-то другую страну. И я считаю, что многие ребята, они тоже поймут, что то место, куда они приехали, они там инородные элементы. И для них встроиться в эту систему, если они действительно этого хотят, это сложный процесс. Многие на него и не согласятся. Для многих это будет... Они вернутся, многие вернутся, когда почувствуют это. Да, это чувствует... И я тоже это наблюдаю, ощущаю среди тех знакомых, которые сейчас так вот перенервничали, мягко скажем. А потом осознание придёт. Николай, благодарю, что присоединились. Очень радостно было с вами пообщаться. Я ещё раз напомню, самое главное, это 22 года, а какие сейчас технологии. Всё это можно подробнее посмотреть в большой трансляции. Николай Мышьяков был с нами на связи. А в завершении, мы не можем отойти от этой темы, по спецоперации. Сегодня по Стаханову был большой удар Украиной. И вот глава ЛНР Леонид Пасечник рассказывает последние новости, что там произошло. К серьёзному обстрелу подвергся город Стаханов. Прилетело порядка 20 ракет системы «Ураган» фугасного типа. Из-под завалов, которые были образованы, извлечено уже 13 убитых. И 6 человек раненых, которые доставлены в госпиталь. Удар пришёлся по мирным жилым районам, по жилым домам, где проживает мирное население, которое, в общем-то, для украинской армии не представляет никакой угрозы. Со стороны украинских военных, если так можно назвать, я бы сказал, военных преступников. Все они будут найдены, будут отданы под трибунал. И, я думаю, они получат заслуженное суровое наказание в соответствии с законом. Это ещё раз отвечает на вопрос, почему нужно идти до конца. Потому что либо они нас, либо мы их, а третьего то тут и не дано. Любые другие варианты, это всё будет против нас. Поэтому нужно действовать, нужно давить и нужно идти до конца. И это вопрос не только к армии. Это вопрос и к тылу. Это вопросы к нашему бизнесу, к нашим чиновникам, к нашей экономике, к нашим правоохранителям, силовикам. Это зависит от всех нас. Здесь отсидеться не получится никому. Вопрос буквально к каждому. Продолжаем наш эфир. И пришло время для того, чтобы поговорить об экономических событиях, об экономических новостях. И на связь со студией Вести АФМ выходит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, есть ли связь? Только что была, утверждают мои коллеги. Но пока что нет. Ну и тем не менее, я надеюсь, что связь мы всё-таки восстановим с Дмитрием Габитошим. И обсудим очень важные вещи, которые сегодня прозвучали в течение последних двух дней. И вот я для слушателей попробую пояснить, о чём идёт речь. Сегодня, как вы знаете из новостей, из нашей программы, довольно много внимания уделено тем заявлениям, которые сделал Владимир Путин в преддверии Петербургского международного экономического форума на встречу с молодыми предпринимателями на ВДНХ. И, в частности, говорил о том, что российская экономика ни в коем случае не будет закрытой, что Российская Федерация не будет повторять ошибок Советского Союза, не будет сама себя огораживать железным занавесом. Но сегодня же была опубликована... Есть связь, да? Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций на своей состудии. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот очень хорошо. Я очень рад, что именно вы сегодня к нам присоединяетесь, потому что не то чтобы арбитром в заочном споре, но, во всяком случае, может быть, вы поясните как раз особенности формулировок президента страны и его пресс-секретаря. Путин сегодня, встречаясь с молодыми предпринимателями, настаивал на том, что Россия не будет закрытой экономикой, не будет отгораживаться от остального мира. А его официальный представитель Дмитрий Песков в интервью РБК как раз говорил о так называемой островизации, как тенденции современного мира. Островизации, я цитирую, которая подразумевает сворачивание глобализма, перезагрузку рынков, национализацию тех стандартов, релокацию производства критических товаров. Ну и, соответственно, без такой вот островизации Дмитрий Песков не видит будущего для нашей страны. Есть ли здесь противоречия, на ваш взгляд? Если есть они, то как они разрешаются в этих двух позициях? Ну, во-первых, я думаю, что по вопросу экономики все-таки как бы релевантной позицией является Орешкина, как помощника по экономической политике. Вот. Соответственно, одно другое, в принципе, не особо противоречит. Первое. Критические отрасли, критические объекты инфраструктуры, критические технологические решения, они, соответственно, как правило, находятся в национальном периметре. Ну, например, у вас может быть одна страна, которая производит чипы, или, например, 50% чипов современных производят, соответственно, Тайвань, предположим. Еще значительную часть производит Южная Корея, то же самое заводы Самсунг. Вот. Но при этом, например, как бы, там, система сборки, или, предположим, продовольственные контуры, у вас должны быть свои самостоятельные, чтобы не сталкиваться с ситуацией, с которой сейчас сталкивается Иран, или, положим, Египет. То же самое касается оборонной составляющей. То есть у вас, может быть, например, отсутствуют свои какие-то отдельные, там, особенности вооружения, но, как бы, критически значимые, там, например, система, соответственно, космические связи, либо еще какие-то опции должны быть свои. То есть есть вещи, которые нецелесообразно и бессмысленно воспроизводить внутри страны исключительно. Вот. А есть вещи, которые необходимо делать. В конце концов, мы экспортно-ориентированная страна все еще, вот. И мы такое количество нефти сами не переиспользуем, скажем так, и не переработаем. То же самое касается и газа. То же самое касается и палладия. То же самое касается и платина, и всего остального. Наша сила, с одной стороны, в том, что у нас есть критические сектора, которые мы защитили в свое время. Например, если бы сейчас был 2014 год, то, скорее всего, у нас первым отъехал банковский сектор. Потому что, как бы, не было ни внутреннего расчетного системы, ни системы, ни системы быстрых платежей, всего бы этого не было. У нас бы просто, как бы, склопнулось банковский сегмент как таковой. Как это происходит, мы будем видеть по принципу Банка России, или, например, в прошлом Северноморского пути, то есть, как бы, по которым прошли основную часть санкционного воздействия еще до 22-го года. Вот. И с подовольствием, кстати, ситуация была бы очень нехорошая, мягко говоря. Потому что, если бы ситуация происходила в 2008 году, вот, до формирования продовольственных сегментов, например, мяса и птицы, а мы тогда зависели более чем на 60% от внешнего периметра, вот, соответственно, свои зерновые особенности, вот, тогда мы бы столкнулись с очень серьезной проблемой. То есть, как бы, есть критические сегменты, в которых необходимо иметь свою, там, позицию. Это вопрос выживаемости. Все крупные страны к этому стремятся. А есть вещи, в которых вы должны интегрироваться. И ваша сила именно в этой интеграции. Если бы российские энергоносители не влияли так на международную экономику сейчас, никто бы, знаете, конечно, не договаривался бы. Вот. И, как бы, никаких, естественно, цен запредельных не было ни в Великобритании, ни в Германии, ни во Франции. У нас было бы уже 148 пакетов санкционного воздействия. Вот. И никто бы, как бы, ни наше минеральное отобрение, ни наше продовольствие, ни с под каких ограничительных, ограничений не выводил бы. Это сила наша в экспорте оказалась. Поэтому надо совмещать одно с другим. То есть ни одна страна не может позволить себе полностью закрыться. Если ты не к НДР, это путь в один конец. То есть, как бы, вы просто деградируете, у вас деградируется экономика, и это все закончится. Да, Дмитрий, простите, пожалуйста, но вот когда мы говорим о принципах, то да, конечно, все совершенно очевидно. Когда мы погружаемся в частности, то тогда становится, ну, как-то больше хочется деталей. Потому что там вы говорите про птицеводство и да, птицеводство. Но те же птицеводы говорят, что есть масса компонентов, начиная от каких-то пищевых добавок, лекарств, заканчивая этими пресловутыми яйцами, которые вот критичны для поставки как раз из-за рубежа. Если мы уходим в фарму, о которой так много говорит президент, то тоже выясняется, что какие-то там банки, склянки, какие-то приборы, какие-то там, не знаю, спектрографы и компоненты для создания лекарств – это тоже то, с чем связаны. И я вот к чему веду. И кто тот замечательный сверхумный человек или орган, там, естественный или искусственный интеллект, который может просчитать вот эту вот номенкулатуру четко совершенно, по которой мы можем позволить себе надеяться на поставки из-за рубежа. А по какой номенкулатуре? Вот до мелочей, до пресловутых гвоздей, о которых там не так давно говорила Валентина Ивановна Матвиенко. Мы вообще до шурупы, если совсем точно, вот, рады, чтобы совсем точно экономить. Да, но чтобы вот это непременно и обязательно производилось внутри страны. Первое. По идее, этим должны были заниматься профильные ведомства. Все, кто этим не занимался и в свое время как бы недостаточно занимался, должны получить соответствующие кадровые, не только решения. Потому что если у вас проблемы, соответственно, с станками, об этом говорилось уже 8 лет, это проблема как бы в регуляторе. Если у вас проблемы, соответственно, с платами, тоже проблема с регуляторами. Поэтому как бы есть по мере и на отчеству людей, которые этим занимаются, как бы, и их карьерные перспективы вызывают солдатый вопрос. Вот, что касается того, что сейчас необходимо делать. Необходимо делать первое. Вам необходимо формировать технологические карты. То есть это как, куда технологии развиваются, потому что вы, конечно, можете сделать, как бы, импортозамещение дров, вот, но в период атомной энергии, например, соответственно, или водорода, это будет как минимум странно выглядеть. Вот, вам необходимо понимать, какие технологические вызовы у вас будут в долгосрочной перспективе, куда вам ударят санкции, или какие, соответственно, узкие, самые гордышки у вас присутствуют и существуют. Начиная от технологии сжижения газа, потому что это важнейшим фактором станет ближайший, там, если нет, в энергетике. Технологии, соответственно, сложной добычи. Вот здесь необходимо, соответственно, конкурентное преимущество сохранить, а не решить сервис, например. То есть есть такой массив целых критических секторов, критических технологий, которые самые уязвимые, по которым будут бить в ближайшее время. Собственно говоря, их необходимо обезопасить, прежде всего. Начиная от, соответственно, там, полупроводников и заканчивая банальными контейнерами, например. Вот, или, соответственно, там, фрактными перевозками. Все эти данные в пресс-минус консолидированы. Вопрос в другом заключается, что отдельные регуляторы, которые отвечают за, как бы, реализацию, как бы, не проявляют достаточно жесткости в этом вопросе. Ну, казалось бы, например, предположим, берем те же самые проводники. У нас всего три основных проекта на рынке представлены. Соответственно, Эльбрус, Байкал и на Рискэм Ростех собирался что-то строить. Вот, все говорили, что, конечно же, невозможно такое, чтобы тайваньской компанией T7C, крупнейший производитель, не поставил нам базу для, соответственно, этих чипов. Они взяли, не поставили. Потому что кто-то неправильно ситуацию, как бы, прогнозировал. Вот, соответственно, и в результате оказалась такая позиция. Потому что, когда говорилось о том, что необходимо создавать, собственно, производство, все говорили, ну, рынок-то небольшой, смысл-то в этом особо не имеет. Плюс ко всему, в принципе, так все работает. Вот, и тогда я напоминаю, российские банковские структуры просто носло оттерято серверов на базе российских решений, например. А сейчас руками отбирают. Это к вопросу о том, что надо понимать, какие будут санкционные воздействия, какие будут вообще, что будет происходить в мире, там, в горизонте, там, 3, 6, 9, 12 месяцев. Но, происходя из этого, выбирать те сегменты, первые сегменты, которые действительно необходимы. А, например, замещаться в том, чем... Но, может быть, банки никто не предупредил просто, что надо именно к этому готовиться. А может, банки имелось бы нормальную аналитику закупить и понять, что будет, соответственно, в ноябре, в декабре, в феврале или в марте. Это проблема финансовых организаций. Если финансовая организация не видит этот риск, если она считает, что вся их деятельность выстраивается исключительно в августе финансовой составляющей, пускай теперь расскажет, почему, соответственно, ФРС понимает ставку. Она поднимает ставку в основании политических решений, потому что высокая цена инфляции на американском рынке. Для того, чтобы правильно прогнозировать то, что будет происходить, у вас исключительно финансовых механизмов, как исключительно механизмов, например, соответственно, исключительно, предположим, в IT-индустрии, недостаточно. Вы должны разбираться в международной политике, вы должны понимать, что будет происходить, потому что это определяет, в том числе, ситуацию, которая у вас будет происходить на рынке. Что не было понятно, что был готов список по свисту еще в ноябре, конечно, все это знали. И, конечно, знают, что там войдет ВТБ. Но и людей, которые этим занимаются. Просто почему-то посчитали, что это недостаточно серьезные риски. Это недостаточно эффективная прогнозирующая составляющая. Что никто не знал, что ФРС начнет ставку поднимать, он бы и так ее поднимал на основании, соответственно, навеса, который образовывался после нескольких триллионов, которые были за качеством внутреннюю экономику. Что никто не предполагал, что будет рецессия в горизонте 22-го осени 23-го года, ну, в качестве падения рынка. Конечно, предполагал. Вопрос заключается в том, что если вы хотите правильно управлять государством, ну, как бы, страной, отраслями и всем остальным, вы должны понимать, что происходит не только в вашей отрасли, в какой-нибудь фарме, но и в политике международной обязательно. Если вы не знаете, как избирается парламент Великобритании, вы никогда не спрогнозируете, сколько будет стоить цена на бензин. Так, собственно говоря, если вы не знаете, как это следование происходит в Саудовской Аравии. Поэтому с этой точки зрения это не вопрос, как бы, того, чтобы банки знали или не знали. У нас происходило 6 или 7 различных стресс-тестов на отключение цвиста. У нас происходило, соответственно, как бы, несколько этих учений, связанных, как бы, с исключением от внешних рынков. Это происходило в течение, там, последних, там, нескольких лет. В конце концов, у нас санкции вводились задолго до этой составляющей. У нас санкции ввелились на госдолг, на санкции вводились на нефтегаз. Все плюс-минус уязвимые части, начиная от фракта, страхования и заканчивая технологиями сжижения газа, были подробно описаны. Если, соответственно, Газпром это не увидел, как бы, в своих аналитических зачетах, лишняк говорит о том, что у него проблемы с аналитикой. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, это все предполагалось. Плюс-минус, вот, вопрос отличается в том, насколько к этому можно быть готовым. Второй факт, даже если к этому не готовы, у вас все равно на случай, как бы, всяких риск-действий должны быть, как бы, запасные варианты. Вы не должны играть вторым темпом, вы всегда проиграете санкционное воздействие, если никогда не готовитесь к этому санкционному воздействию. Вот, плюс ко всему, также надо понимать, что просто санкции ускорили процессы, которые происходили и так. У нас, что, как бы, соответственно, экономики не разворачивали страны в Юго-Восточную Азию? Мы, что, соответственно, не строили ответвление от ВСТО на Сковородино, со Сковородино в направлении Китая? Мы, соответственно, что, как бы, не понимали, что основная часть энергоносителей будет потребляться именно в Юго-Восточной Азии, включая Индо-Тихоокеанский Ребен, как оно прямо теперь называется? Конечно, знали, туда переключались. То есть, правильно заключается в том, что, как бы, санкционное воздействие, как и энергопилизм, что сейчас происходит и в целом, соответственно, переход, там, склятся, перерецессии, он, как и коронавирус до этого, обнажил те процессы, которые до этого и так происходили. Смещение центров потребления в страны Юго-Восточной Азии, соответственно, переход на инфраструктуру морскую, открытие новых маршрутов, усиление, соответственно, других валютных позиций. То есть, все это происходило. Соответственно, значение, как бы, рост энергопотребления в связи с недели современных, энергоемких точек потребления, начиная, там, от электрокаров и заканчивая, соответственно, там, современными системами. И все это происходило. Юрий, ну, согласитесь, что тут сложно очень мне, например, обвинять аналитиков, потому что я помню свои споры с очень уважаемыми людьми прямо здесь в эфире, когда я много лет назад говорил про то, как важна технология жиженного газа, а мне очень уважаемый оппонент говорил, да бросьте его, Володя, только газопроводы, вот Газпром правильно делает, только труба, и никаких больше вообще... Сколько это лет назад было? Ну, это было, скажем так, 3-4, может быть, 5 лет. Это плохой аналитик. Да, это самый лучший аналитик, который есть у нас. У лучших аналитиков не бывает. Это первый момент аналитик, который три года назад считал, что газопроводы это самое важное направление, при том, что произошла сланцевая революция, и Катар все добил своим газом, при том, что Газпром сам строил терминалы по сжижению, и, соответственно, к этому времени уже заработал, я напоминаю, соответственно, контур, или частично работал контур, например, Новотека, что-то я не в курсе был. Сланцевую революцию нельзя было пропускать, нельзя было пропускать технологию сжижения. Да, газопроводы это важная составляющая, но газопроводы или ты газ, например, как показал практик, в полном объеме, соответственно, в Индии не затащишь. Или, например, в тот же самый Китай, или в ту же самую Японию. Страшная тайна, расскажу. Япония, соответственно, физически не сидит на газопроводную. Поэтому с этой точки зрения газопроводы, конечно, были важны, и по ним необходимо было, конечно, качать. Они сейчас ее спасают частично экономику. Между прочим, система Газпромбанк на нем построена. Это же система оплаты именно за газопроводный газ. Но говорить о том, что в это время не надо было ничего делать с терминалами, но это страна из Иврии, которая противоречит вообще всей идеологии, предположим, Новотека. В принципе, как ведь, Новотек ничего газом, газопроводами не качает. И, кстати говоря, только что все эти технологии инженения газа... Ну, может быть, как раз потому, что наши аналитики так или иначе связаны с той или иной корпорацией. Ну, оставим макроэкономику. Поскольку у нас слушают люди, которые хотят решить очень простые вопросы, а у нас в эфире вы, то вот из новостей, значит, часть банков решила вводить плату за валютные счета практически во всех банках. Отрицательные ставки, да. Да-да-да, заканчиваются вот эти вот рублевые ставки повышенные, и часть нашей аудитории в том числе прям чешет репу и не может понять, а что же делать с деньгами. Вот, расскажите. Посмотрите, ситуация сейчас на рынке следующая. Все мы прекрасно понимаем 120% ставку, которую у него в ЦБ, вот, потом подходили к финансовой организации и выдали примерно трехмесячные, они давали депозиты, которые сейчас заканчиваются. Они как раз заканчиваются июль, август, вот, как бы, они на длину не давались. В параме действительно происходит фактически введение отрицательных процентов ставок по валютным депозитам. Ну, понятно, почему мы все понимаем, да. Соответственно, как бы, наличных на рынке мало, ну, в долларах, если мы говорим. Вот, соответственно, виртуальные, как бы, позиции много, и они никому не нужны по факту. Вот, на фоне, соответственно, пор даже частичной конвертации валютной выручки у нас навесы, как бы, в платежном балансе, в торговом балансе колоссальные, поэтому, как бы, соответственно, на, и самое главное, за счет заслужения импорта, ну, доллары девать, честно говоря, в виртуальном виде некуда особо, если так разобраться. Вот, и понятно, что крупные игроки начинают фактически разгружать свои балансы. То есть они, вводя отрицательную ставку по валютным депозитам, фактически стимулируют, а вообще, на самом деле, принуждают своих клиентов к тому, что переходить там в рублевые продукты, уходить в инвестиционные счета, как бы, идти еще куда-то. И сейчас, вот именно в середине июля, стоит, как бы, ребром вопрос, а куда нести деньги? Потому что, как бы, несмотря на снижение темпов инфляции, все равно это 15-17%, как минимум. Вот, вам необходимо найти все такие инструменты, которые, как бы, превысят 15-17%. А сюрприз-сюрприз, с учетом снижения ставки базовой, основной ставки ЦБ у нас до, соответственно, 11%, плюс ко всему еще с большой долей вероятности снижения завтра ее. Да, все ждут. Ну, вопрос, на сколько? Вот, но в любом случае мы все прекрасно понимаем, что там, например, если стройку у нас вообще наставят на 6, вот, как бы, но в любом случае ниже 10, мы все это понимаем, да? Вот, соответственно, все равно в любом случае у нас фактически отрицательные реальные процентные ставки будут, потому что инфляция минус, соответственно, ставка у нас, она будет, там, условно говоря, там, минус 7, минус 6, текущей инфляции плюс и минус. Вот, то есть человек, чтобы не потерять денежные средства, должен быть во что-то вкладываться. Собственно, основной вопрос, а куда вложиться? Первое, для начала понять, во что было, то есть в каких финансовых организациях. Вот рекламой особо заниматься не будем, но смысл заключается в следующем, что сейчас, как бы, относительно от санкций отстроена только одна, один финансовый инструмент, который используется для того, чтобы оплачивать российский газ. Вот, выпилить его сейчас санкционного крайне сложно, потому что в результате у вас посыпется вся энергопотребление. Вот, поэтому, соответственно, схема, которая лизует через эту организацию, как бы, она фактически защищает и внутри клиентов. Вот, из внешнего периметра, это обычно финансовые организации с иностранным участием, фактически их осталась только одна, которая не продалась или не заявила о том, что уходит, вот, в списке стратегично значимых организаций. И плюс ко всему организации, которые не попали под СНД-ограничения, это если вопрос о том, куда, вопрос во что, самый важный вопрос, понять, что это не депозиты, потому что депозиты, как было сказано, уже ниже рынка сыграют. Вот, из того, что реально интересно, может быть, это, соответственно, либо гособлигации, процент достаточно неплохой сейчас будет, ну, по сравнению, соответственно, с, например, депозитами. Но все равно бумаги, да? Потому что у нас заканчивается время, то все равно ближе к государству вы рекомендуете нести свою... Нет, я бы рекомендовал, соответственно, во-первых, часть обязательно, то есть все-таки в более консервативных инструментах, это государство облигации, я бы, соответственно, еще можно сейчас было, можно по рынку поискать облигации крупных эмитентов, которые с гарантированной валютной выручки, потому что сам Газпром, например, Роснефти, как бы, соответственно, в арбанский сектор я бы особо не лез, вот, у нас минеральное удобрение, санкции выведено, вот там, у них вот брать, у них постоянная валютная выручка, соответственно, они, как бы, если дивидендную политику еще не поменяли, например, и не ограничили, вот с ними хорошо можно произвзаимодействовать. Есть еще отдельные сектора, которые просто, как бы, сейчас у нас расцветут на, соответственно, как бы нынешних условиях, классическим примером на рынке является кибербес. Все нерезиденты вышли, соответственно, угрозы усилились, средства, у нас, как бы, там, топ 3-4 имитента показывают рост выручки на рынке, там, типа, 40%, и причем все дивидендную политику не меняют, вот, то есть, как бы, я бы взял, там, где 50-60% все-таки, как бы, в облигациях, вот, там, максимум 5-10% каких-то инвестиционной составляющей, а остальное, как бы, валютно защитил. Когда вы говорите, Дмитрий, я бы взял, это значит, что вы взяли, или вы только нам советуете, а сами по другому пути пошли? Нет, я всегда говорю, так как имеет смысл, в принципе, в этой же схеме действовать. Именно поэтому и я, и наши слушатели так вам верят. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, был на связи со студией Вести ФМ. Спасибо вам большое за этот разговор. Всего доброго. Фейер закрытия немецкого нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Швед, у польской границы, может обернуться для Германии социальной катастрофой. Появится 2000 безработных, может наступить стагнация, особенно региональная, об этом предупреждают местные власти. Они просят федеральное правительство спасти нефтеперерабатывающий завод, он работает исключительно на российской нефти, но из-за санкций ему грозит полная остановка. Подробности о ситуации рассказывает наш корреспондент Германии Сергей Курохтин. Этот завод находится в небольшом городе Швед, прямо на границе с Польшей, 34 тысячи человек, но завод, он такой очень крупный, там около 2000 человек на нем так или иначе заняты, и безусловно закрытие этого завода может привести и даже, например, какое-то сокращение его работы может привести действительно к очень серьезным проблемам. И не только потому, что будут безработные, а потому что, как считают власти Бранденбурга, земли Бранденбург, где и находится Швед, это может привести к серьезной социальной дестабилизации. Влияние его, безусловно, очень и очень серьезное. И к тому же, не будем забывать, дело не только в самом городе, а в том, что он поставляет бензин, ну, фактически во всю Восточную Германию. Это 10% всего немецкого рынка. В принципе, почему именно есть угроза его закрытия? Дело не только в том, что он там российская нефть. Дело в том, что и принадлежит он на 54% Роснефти, что тоже сейчас категорически не устраивает немецкие власти, потому что это лишает возможности их, ну, что называется, или управлять этим заводом, или, по крайней мере, планировать какую-то его реорганизацию. Поэтому сейчас уже вот буквально в конце этого месяца, перед парламентскими каникулами, например, Бундестаг планирует уже окончательно принять закон об экспроприации жизненно важных энергетических объектов. И вот завод в Швете почти наверняка является вот первой целью действия этого закона. Потому что я напомню, например, дочку Газпрома в Германии, Газпром Германия, вот так экспроприировать не удалось, то есть для этого не было законных оснований, и там ввели внешнее управление, то есть его отдали под контроль властей, это предприятие. А с заводом в Швете, очевидно, планируют вот именно экспроприацию. Что же касается того, что можно ли заменить там российскую нефть? Да, можно. Более того, немецкие власти уже заявили, что они для этого будут поставлять нефть, которая сейчас хранится в стратегических запасах Германии. И для этого эту нефть будут достаточно, ну, она находится в Западной Германии, в порту Вильгельмсхафен, и ее будут поставлять по Кильскому каналу в порт Ростока, а оттуда по нефтепроводу. Вы прекрасно понимаете, что, во-первых, это уже удорожание всего процесса. Во-вторых, нефть российская достаточно, весь этот завод, он ориентирован именно на нее, и нужно серьезное еще дополнительное вложение для того, чтобы перестроить этот завод должным образом всю его технологию для другой нефти. То есть это все ведет, так или иначе, к удорожанию этой продукции. Поэтому министр энергетики Роберт Хабек, который выступает, в общем-то, главным инициатором изменений в этом заводе, он приезжал когда на сам этот завод и рассказывал рабочим. Там планировали сначала встречу в таком зале внутри этого завода, но рабочих было так много, что пришлось выходить на улицу, на площадь перед заводом, и вот он выступал там и подробно им рассказывал, как они планируют заменить российскую нефть, но прекрасно все знают, что заменить ее полностью тоже нельзя, а следовательно сокращение производства, оно просто неизбежно, а сокращение производства — это сокращение кадров. После этого стал говорить о будущем завода, о том, что скоро наступит эпоха после нефти, не забываем о том, что тот же Хабек, он представитель зеленых, и он говорил о том, что вам нужно готовиться к тому, что у вас главное направление бизнеса будет не нефть, а водород и биохимия, но это еще в далеком-далеком будущем. В результате, кстати, во время этой встречи один из рабочих задал ему вопрос, а вы уверены, что вы представляете тут немецкие интересы, а не американские? То есть вы понимаете, атмосфера была очень и очень напряженная. Тем не менее, видно, что немецкие власти, да, на какое-то время готовы организовать туда поставки нефти, готовы выплатить необходимые суммы из бюджета, и уже сказали, что они там есть, для того, чтобы часть рабочих, ну, могли переориентировать их профессионально или найти им какую-то другую работу, компенсировать те потери, которые они понесут. Но после того, как немецкие власти решат вопрос принадлежности самого завода, то есть решат вопрос с долей Роснефти внутри этого завода, очень многие считают в Германии, что они все равно будут вести дело к закрытию этого завода в его нынешнем вот состоянии, имея в виду, что в дальнейшем этот завод должен будет переориентировать, как я уже говорил, или на водородное топливо, или на производство биохимических продуктов и так далее. Сергей Курохтин, наш собственный корреспондент Германии.